На территории одного из охотничьих угодий республики введены ограничительные меры, как в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней. Там обнаружен второй труп павшего кабана. Самый эффективный способ борьбы с болезнью – регулирование численности диких животных. В соответствии с планом действия по предотвращению заносов на территории Российской Федерации Африканской Чумы свиней и ее распространению, утвержденном в распространении правительства Российской Федерации, плотность популяции дикого кабана не должна превышать 0,25 особей на 1000 гектар. В Чувашской республике плотность популяции дикого кабана превышает рекомендованный норматив более чем в два раза. Решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Минприроды Чуваши было поручено обеспечить снижение численности миграционной активности диких кабанов, в том числе путем их замещения на иные виды охотничьих ресурсов. На территории закрепленных охотничьих угодий Балхаш и Вишнегурская планируется к изъятию 10 и 5 особей кабана соответственно. Дополнительно хочется отметить, что если на территории республики сроки спортивно-любительской охоты у нас предусмотрены до 31 января текущего года, то по данной территории проведение мероприятий по регулированию численности предусмотрены до 28 февраля. Рекомендовано создание буферных зон длиной 10 километров вокруг свиноводческих комплексов. Там поголовье дикого кабана подлежит тотальной ликвидации. Такие же зоны будут созданы вдоль границ Чувашии с регионами, где сложилась неблагополучная ситуация с африканской чумой свиней. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.